Меня зовут Роман, я Java-девелопер в компании InfoPulse. И у меня было много, немного определенное количество проектов, в которых мы столкнулись с такой проблемой, как версионирование баз данных. Сначала хотелось бы спросить, вот у нас есть система контроля версий для кода, весь наш Java-код у нас он либо в ГИТе, либо если кому-то не повезло в освоении. Зачем это нам? Что нам дает? Почему не просто складываем файлы в папочке, как раньше было? То есть как-то мы хотим, у нас есть необходимость когда-то вернуться к определенной версии, либо отслеживать, что было изменено. В принципе, то же самое хотелось бы и иметь в баз данных, потому что если мы пометили тег какой-то в ГИТе, тегом какой-то коммит, это значит, что мы надеемся, что мы можем вернуться к этой версии, и эта версия будет полностью до какого-то определенного момента стабильная. Верно? Теперь про баз данных. Когда мы разрабатываем продукт, да, у нас и код меняется, но и структура базы данных с версиями может меняться. То есть добавляются таблицы, какие-нибудь поля. Это тоже надо как-то контролировать. Далее бывает такое же, что нам еще надо поддерживать разные базы данных. Не знаю, у кого бывало, в моем предыдущем проекте наш продукт, кроме того, что мы версионировали его, мы его продавали как продукт, который поддерживает все базы данных. То есть наш код, вся эта миграция, схема, структура, он будет работать на разных баз данных. То есть это тоже вещь, которую либо надо руками как-то управлять, потому что изменения в базах в разных, они будут немножко разные, верно? Еще бывают такие случаи у всех или не у всех, когда на разных окружениях разные базы данных. Сталкивались, да, у вас? У кого такое в проекте? На тесте одно, на локальном машине другое, на продакшене Oracle или что-то другое. Опять же, да, мы разрабатываем под что-то, мы надеемся, что вот так оно будет работать в этой базе, как минимум на локальном машине, а оно потом так не работает, потому что в продакшене другая база. И опять же, миграцию, то есть изменение структуры баз данных, либо сами данные, возможно, иногда надо по-разному менять MSQL, Oracle, MS SQL. И это порождает определенные сложности. То, что я сказал по поводу данных. Данные тоже надо мигрировать. То есть бывает у нас от версии к версии поменялась таблица адреса, и теперь адрес это не одна сплошная строка, а это три колонки. Улица, дом, еще что-то. Квартира. То есть это данные, которые надо тоже отмигрировать в разные ячейки, откопировать, проинсертить. Бывают проекты, или возможно у вас так не повезло. Бывают проекты у вас, когда релиз, SQL код как-то там накатили, а потом еще в Skype администратор Юри кидает. Юрка, и вот это еще выполни. То есть в итоге мы не контролируем потом версии. То есть мы вроде как продакшен накатили до какой-то версии, но и не дышим на него, потому что он вроде работает, слава богу. Не надо. Чтобы такого избежать, надо как-то контролировать версии, и желательно в автоматическом режиме. Заключение основательно. Нам нужно контролировать версии. Существуют на сегодняшний день разные инструменты. Возможно, вы работали с какими-то из них. Кто работал с каким-либо из этих? О, довольно много. Это хорошо. Давайте быстренько пройдемся по разным. Два нижние, они зависят от фреймворка, да, поэтому мы их сегодня не будем рассматривать. Они привязаны к фреймворкам. Есть мангист, который специфинч для MongoDB. В другом его нигде не применишь, но для MongoDB это хорошо. Сегодня мы его тоже не будем рассматривать, хотя очень хороший инструмент. Два вот эти. Кто-нибудь пользовался каким-либо из этих? Нет. MyBuddy себя позиционирует тоже как инструмент для миграции баз данных, но там есть нюанс. Он работает только как command-line tool, то бишь его нельзя как-то интегрировать с приложением. DB-maintain очень хорошая вещь, но есть один значительный недостаток. Последний релиз был сделан в 2011 году. Все, больше я ничего не скажу, но меня это отталкивает, когда был выбор, что брать. Сегодня мы поговорим о двух самых популярных, согласно статистике, Flyway и Liquibase. Я думаю, те, кто подняли, кто работал с какими-либо инструментами, работали именно с этими, да? Отлично. В принципе, мы их сегодня и сравним, как они работают. В общем случае, какой у нас жизненный цикл продукта касательно… Ну, в принципе, жизненный цикл. То есть, если это у нас development, testing или acceptance, окружение, тогда мы обязательно сначала билдим код чем-нибудь, maven, gradle, ant. Потом, возможно, у нас есть тесты, ручные, либо автоматические, разные, да. И потом у нас запуск, непосредственно запуск. Почему это расписываю? Потому что, когда мы запускаем код в продакшене, у нас есть только один шаг, да? Один, то есть, шаг жизненного цикла. Это только запуск. В продакшене мы не тестируем, мы не деплоим. Деплоим? Да, есть еще шаг деплой. Почему я описываю это? Потому что те инструменты, которые мы с вами будем рассматривать, LiquidBase и Flyway, позволяют, собственно, делать миграцию баз данных, миграцию, то бишь изменение данных, изменение структуры таблицы на всех этапах. Во время билда, во время тестирования и во время запуска. Во время билда и тестирования это все плагины. Плагины для грейдла, мавана, анта, которые подключаются, потом используются для того, чтобы мигрировать. Но сегодня я хотел бы больше поговорить и очень хотел показать, но, к сожалению, наверное, в коде не покажу, как это работает во время запуска. То есть, когда мы интегрируем LiquidBase либо Flyway, неважно, в приложение, и он является частью программы, и этот инструмент ответственный за то, чтобы наша база была в стабильном состоянии какой-то конкретной версии. А пока давайте глянем, различия и похожие вещи, которые есть у LiquidBase и Flyway. Первая значительная разница – это форматы. Flyway работает только с SQL. Там еще есть возможность делать Java код, да, но касательно именно как стороннего инструмента, который получает изменения баз данных со стороны, не делать никакого Java кода. Это чисто SQL, там нема никаких других форматов. LiquidBase немного гибче в этом плане, но, однако, более сложный. Почему? Потому что он поддерживает несколько форматов. JSON, YAML, XML, SQL. Но звучит немножко как извращение, да, из SQL описывать XML. Это так не очень. Но там есть свой плюс в этом, почему LiquidBase может работать как database agnostic инструмент. То бишь одним XML файлом вы описываете изменения, то бишь создание таблицы, добавление колонки, вставление каких-то данных. И одно вот это описание, оно будет одинаково работать во всех баз данных. Oracle, MS SQL, там поддерживаемые, там много. То есть во всех поддерживаемых баз данных. Что это значит? То есть для FlyWare нам надо будет написать сколько у нас баз? 5 баз данных, значит нам надо будет написать 5 SQL файлов. Потому что они могут быть разные, да, для разных баз данных, там на чуть-чуть. LiquidBase позволяет делать это одним. Но с некоторыми нюансами, потому что не все можно сделать настолько обобщенно. Допустим, те же тип данных, varchar, либо string, либо string. То есть само описание типа ячейки, оно уже может быть разное в разных баз данных. И в этом случае вы совсем обобщенно не сделаете. Но опять же, если для вас это важно. Как это работает? Сейчас мы рассмотрим сначала FlyWare. Когда я буду показать слайд, на каждом слайде либо в правом углу, либо в левом будет инструмент, о котором мы говорим. Просто чтобы было понятно, то я могу спешить и запутаться. FlyWare. Как кто-то уже работал. Это просто набор SQL-файлов, которые соответствуют какому-то паттерну именования. То бишь мы не можем его назвать как мы хотим. Мы должны следовать какому-то паттерну. И тогда FlyWare сам загрузит, проверит, какие файлы были применены, какие нет. То бишь как это работает во время старта программы. Программа стартует. Первым запускается BIN, та часть, которая отвечает, собственно, за миграцию. Дальше FlyWare проверяет, какой у вас есть список SQL-файлов, которые по версиям разбросаны. И потом он себе создает табличку в вашей базе данных и себе помечает. Вот этот SQL я нашел и выполнил, этот выполнил, этот выполнил. То есть при каждом старте он берет свою таблицу, где он сохраняет все, и сверяет с тем, что есть у вас в DataPathPath. То есть есть SQL-файлы, которые вы положили в проект по версиям. Чуть-чуть сложнее в Liquabase. Сама структура набора изменений немножко сложнее. То есть там есть изменения. Каждое изменение включается в какой-то набор изменений. И этот набор изменений включается еще в большой список ChangeLog. Но это чисто конструктивно, не столь важно. В итоге оно выглядит немножко сложнее. То есть больше файлов, больше разбито. Но внутри, во время запуска приложения, оно работает похожим образом. Также создает себе мета-таблицу. Также в ней записывают, что было, что не было выполнено. Единственное, что создает две мета-таблицы. Два инструмента. Сравнение, кто что поддерживает. Список очень довольно-таки объемный. Оба инструмента поддерживают большое количество баз данных. А, еще хотелось сказать, да, как Liquabase либо Flyway распознает, какой у вас источник, какая у вас база данных. Это тот бин DataSource, который вы объявляете. Вы ему, то есть Liquabase либо Flyway, это будет другой Spring Configuration бин, которому вы вскармливаете DataSource бин. И по сути Liquabase это такой же клиент баз данных, как и ваше приложение. Еще немножко о разнице. Как я сказал, Flyway, он намного проще и user-friendly, что ли. Его легче использовать, легче подключить, легче с ним начать работать. Ну и есть нюанс, то есть там convention over configuration. То есть если вы следуете названию, паттерну по названию файлов, в принципе вам даже не надо указывать, где лежат эти файлы. Определенная оговорка, если мы в Spring Boot. Если мы в обычном приложении используем Spring, немножко надо больше. Но простота. Flyway это простота. Liquabase. Он немножко сложнее, но есть больший набор функционала, который возможно в некотором случае вам будет нужен. Возможно нет. В моем проекте, на котором базируется весь этот опыт, мы ушли в сторону Liquabase именно из-за вот этих фич, которые есть в Liquabase. Первое. Rollback. Liquabase поддерживает концептуально. Вы когда пишете набор изменений, то бишь версия 1 отличается от версии 2, вот этим изменением. Вы также описываете изменения не только вперед, как происходит изменение вперед, но и описываете rollback. То есть что делать, если, какая последовательность, если вы откатываетесь на версию назад. Flyway в принципе это не поддерживает. То есть у них идеология о том, что это не надо. То есть нам надо всегда последняя версия базы данных и откатываться в автоматическом режиме. То есть это неправильно. Если что-то пошло не так, мы не делаем никаких откатов. Вы должны это делать вручную. Контекст. В Liquabase есть такой инструмент, который… Фича инструмент, позволяющий помечать каждое изменение каким-то… Ой, я что-то накладывал. …каким-то контекстом. Контекст это по сути лейба, метка, назовете ее, которую можно поставить на каждое изменение. И потом при запуске приложения вы можете указывать, что применяем мне изменения не все, а только помеченные этой меткой либо набора меток. Ну, к примеру, где это может быть? Это когда мы стартуем приложение в продакшене и локально для тестирования. Мы можем добавить некоторые чейнш-сеты, которые пометим как тест, и это будут какие-то начальные данные для тестирования. То бишь сама структура описана продакшеном, меткой продакшен, либо real, которую мы запускаем и должна быть выполнена по-любому. То, что помечаем тест, это будет выполнено только в случае, когда мы будем стартовать наше приложение в тест режиме. В этом случае мы один раз описали, и потом просто это конфигурационно. Мы это как бы автоматически этим управляем. Важно или не важно для кого-то. В Liquibase есть такой инструмент, как формирование SQL, который будет выполнен в случае миграции. Оно звучит, наверное, немножко сложно, потому что, по сути, мы сначала пишем этот SQL, потом мы его хотим увидеть. Но в Flyway мы работаем прямо с SQL, поэтому заново что-то его выводить нет смысла. В Liquibase мы можем описать все изменения XML-ами в надежде, что один XML выполнится во всех базах данных. И в этом случае это же какая-то магия, какой он SQL сформирует с этого XML для конкретной базы данных. А еще вариант, если продукт, который мы будем запускать, будет у клиента. А у клиента есть DBA, который хочет, я хочу знать, какой SQL будет выполнен на моем приложении. То есть в Flyway это просто можно открыть, какой SQL есть, а в Liquibase это у нас XML. То есть нам надо с этого XML сформировать SQL. Опять же, возможно, вам это не надо. В нашем случае это было надо, чтобы была возможность DBA показать. Вот это будет выполнено. Посмотри, убедись, что все хорошо. Прикондишн. Не быстро, а понятно, наверное, до текущего момента. Прикондишн. Прикондишн по сути это условие. Условие if что-то, тогда мы применяем какое-то изменение на базу. То есть опять же, в тривиальном, в простом случае, возможно, нам это не надо. То есть у нас есть предыдущая версия, мы применяем изменения для того, чтобы стать на следующую версию. Но что нам позволяет? Сейчас пример будет показан в XML. Для тех, кто сильно не любит XML, извините, но пример самый типичный. Значит, само условие, еще раз, это if-блок, который выполняется, и потом либо мы применяем это изменение согласно if-блоку, либо нет. Можно описать, как вести себя, если условие не выполнено. То есть бросать какой-то warning, заканчивать выполнение, либо нет. Можно проверять, какой тип базы данных. То есть если это Oracle, тогда мы выполняем вот это. Если это другая база, другое. Тип базы данных, а Liquibase определяет автоматически по дата-сорсу, который вы ему скармливаете. Можно проверить, от какого пользователя запущено, существует ли какой-то объект базы данных, таблица, view. Данные, по-моему, можно проверить. Можно написать свой Java код, который будет это проверять. Включите его в приложение, и тогда это уже абсолютно все, что вы хотите проверять. Ну и самое, наверное, ходовое, это SQL. Пишите SQL, который вы ожидаете что-то получить. Это будет ваше условие. Допустим, если таблица пуста, тогда мы дополняем, что-то заполняем. В Flyway вы этого сделать не можете. Ну, либо если писать, опять же, в SQL по сути ту же логику. Вот тут должно было быть демо, но, наверное, мы его пропустим, потому что я не смогу запустить приложение по низким причинам, как я говорил. Что я хотел вам показать, это код на версии 1, когда у нас есть две таблицы, пользователь и статьи, и версия 2 кода, когда у нас статьи интернационализированы, то бишь контент самой статьи перенесен в отдельную таблицу. Вот этот шаг, когда мы выносим контент, это по сути у нас будет два шага. Мы должны создать отдельную таблицу, я имею в виду в терминах изменения баз данных. То есть первый шаг – это создать отдельную таблицу с ссылкой на статьи. Второе – нам надо будет мигрировать данные. Правильно? Ведь все данные будут храниться изначально в первой таблице. То есть в новую таблицу по языку мигрировать данные. То есть вторая версия должна быть у нас уже интернационализированная. Ну, скажем, Википедия. То ли они статьи все на одном языке, то ли на разных. К сожалению, мы это пропустим. Но давайте поговорим о других некоторых нюансах, которые есть в двух этих нехороших инструментах. Концептуально оба инструмента и Flyway и Liquidbase настроены на то, что все ваши изменения в базе данных будут линейны. Что это значит? То есть у вас есть версия 1, вы от нее будете прямиком идти на версию 1.1, то есть на следующую. То есть, к примеру, у вас есть начальная структура базы данных, потом в какой-то следующей версии вы добавили колонку, добавили еще что-то и потом в следующем шаге вы поняли, что вам эту колонку не надо было добавлять, либо надо было добавлять, но с другим типом, неважно с чем-то. Оба инструмента рекомендуют делать это в последовательном шаге, чтобы не изменять предыдущий, просто добавить следующий шаг, который делает то, что вам надо. Технически возможно менять предыдущие изменения, коммитить изменения, измененные SQL, либо XML, change set. Но из опыта скажу вам, это боль. Не знаю, как у вас было, но сами инструменты тебе не рекомендуют, и потом очень много нюансов, как с этим справиться, если оно происходит. Да, у людей тоже так было. Поэтому оба, собственно, инструмента это рекомендуют. Дальше. Оба инструмента поддерживают повторяемые изменения. Это какое-то изменение, которое в базе данных надо стартовать каждый раз. Каждый раз, когда происходит миграция. То есть, к примеру, таблицу мы создаем один раз, когда происходит миграция, а обнулить, допустим, временную таблицу, либо индекс, пересоздать индекс вряд ли, конечно. Но бывают случаи, когда надо применять повторяемые изменения. То есть при каждой миграции. В этом случае единственная разница в этих инструментах, когда они это применяют. Биквебейс это делает. Сначала повторяемое изменение, потом ваша миграция. То есть вот та логика, которую вы писали. Слайвейн наоборот. Сначала весь код вашей миграции, потом повторяемое изменение. Логика, точнее, самый тривиальный и даже не тривиальный, самый успешный случай, когда вы применяете миграцию, когда у вас линейное версионирование продукта. Вот у вас есть версия 1.1. Вы упустили версию следующую, production, задепловали последнюю версию, все, все клиенты на последней версии. И, собственно, так дальше, дальше, дальше по всем версиям. В такой структуре версионирования и, собственно, жизни продукта лучше всего использовать эти инструменты. Почему я об этом говорю? Бывают случаи, когда не совсем линейно. То есть у вас есть какая-то версия. Вы делаете следующую мажорную, но потом доделываете минорные версии до предыдущей минорной. И в этом случае у вас уже не все продукты на последней ветке. Когда уже у вас есть следующая мажорная, вы еще делаете какие-то изменения в предыдущей. В этом случае это может быть сложно применять два инструмента. Сколько я говорил, они рассчитаны на линейную работу. Может быть, что вот какой-то баг вы пофиксили в минорной версии, в мажорной еще не пофиксили. Потом они будут, опять же, как-то мерзиться. То есть это может быть сложно. В таком случае, вот в таком варианте версионирования вашего продукта оба инструмента могут быть, скажем так, могут принести даже больше вреда, чем пользы. Но это не значит, что технически это невозможно сделать. Тот продукт, который мы делали, мы умудрились Liquibase применить вот в такой варианте версионирования. Но это было сложно. И я не могу сказать, что правильно мы сделали. Но это технически возможно. Дальше. Еще важный фактор, опять же, не всегда это критично для приложения, но когда мы рассматриваем идеальный вариант, линейное версионирование, в продакшене всегда последняя версия продукта, старые версии нашего кода хранятся где-то в ГИТе, и когда мы стартуем новое приложение, то есть с нуля. К примеру, мы создали продукт версии 2 и продали еще двум клиентам. И они стартуют новое приложение версии 2 с нуля. То есть у них не было миграции, они стартуют версии 2 с нуля. База данных будет создана сначала версии 1, промигрирована дальше, дальше, при старте все. И только потом, ну то есть при первом старте сразу произойдет миграция, и он дальше начнет работать с версии 2. Для кого-то это может быть критично. Если у вас клиенту, которому вы продаете DBA, очень злой, и то есть он увидит, да, приложение стартует, а там происходит создание таблиц, переименование колонок, добавление колонок, потом какая-то данная миграция. Для кого-то это может быть критично. Поэтому это просто надо держать в уме, что для обоих инструментов вот это будет работать. Хотя опять же, в принципе, технически это можно обойти. И с Liquabase мы пытались это обойти, но это больше, наверное, даже более, чем польза. Ну, наверное, главное, что хотел сказать, не забывайте делать бэкапы, потому что никакой ваш инструмент не спасет от каких-то факапов, когда либо что-то не применилось, либо применилось неправильно, либо данные, которые вы ожидали, они оказались не там, не такого формата, либо их вообще не оказалось. На этом все, что я вам хотел рассказать. Я хотел еще больше показать, но, к сожалению, сегодня технические причины не дали мне это сделать. Но в любом случае код есть, код, который я вам хотел показать. Там миграция сделана и с Liquabase, и с Flyway в разных ветках, чтобы вы просто могли проверить или посмотреть разницу, насколько это сложно. По ссылке можете посмотреть. Есть вопросы? Давайте, пожалуйста. Я не знаю, я не знаю, что ты это сказал, Flyway есть одна фича, которая поддерживает Java миграции. Еще раз. Flyway поддерживает Java миграции. Да. Можно написать Java миграцию на ревне хипернейта вашей доменной модели. Это очень круто. Мы просто это не использовали, поэтому сильно я не распылялся по этому поводу, но и Liquabase, и Flyway это поддерживают. Liquabase тоже, потому что я по-гугливу и не нашел для Liquibase. Я не слежу, повторите. Я кажу, что по-гугливу и не нашел, так сразу для Liquibase, для поддержки Java миграции. Там есть Java API и вы просто на официальном сайте там есть это все. То есть оба инструмента позволяют это делать. Еще вопросик? А я правильно понял, что первый инструмент, который позволяет описывать изменения в XML-формате, предполагает описание как и новых изменений, так и для отката изменений отдельной XML. Разве было бы нелогично генерировать по одному XML-ю как roll-in, так и roll-back скрипты? Еще раз, вопрос в том… Вопрос в том, если мы хотим не только внести изменения, а откатить изменения, мы должны отдельно XML писать для этого? Или используется один и тот же? Структурно это находится в одном XML. В одном даже изменения, юнит изменения, тег, в нем вы пишете сразу и обновление, следующий sub-tag, это которая roll-back. Но все равно это как бы два фрагмента, правильно? Ну, это одна единица изменения, но в ней описано и плюс, и минус сразу. Все понятно. Еще вопросы? Да, давайте. У нас осталось больше времени. Скажите, значит, скажем, версия 2 у нас приложение накатили, да? Теперь мы хотим откатить до версии, скажем, 1.9. При старте приложения Liquibase изменения тоже откатят или нет? Почему тоже? Flyway это в принципе вам не позволит сделать. Liquibase имеется в виду? А Liquibase вам позволит, но не в автоматическом режиме. То есть тот случай, когда вы стартуете приложение, и Liquibase это часть вашего приложения, он умеет делать только вперед, если я не ошибаюсь. А откат назад, это надо будет вам делать с помощью Liquibase, используя эти скрипты, но как command line инструмент, либо как плагин. Как раз то, что мы сейчас делаем, да, и как раз я хотел спросить, есть ли другой вариант? Нету, да. Я вам не скажу. То есть то, что вверх, он умеет делать автоматически, а назад только вот как инструменты. А что это у вас за кейс, когда вы хотите вот есть версия, потом откатывать? Скажем, просто как для примера, потому что в продакшене, в принципе, откатывать плохая практика, но как вариант. Ну, как вариант, значит, вот то, что есть, да. Это надо будет делать как либо плагин, либо command line инструмент. Но хотя бы вы можете использовать тот же XML, который вы писали, ну, то есть тот же набор изменений, просто там же у вас была версия того, что откатить назад. Но опять же надо помнить, что не все можно откатить. А вот, допустим, удаление таблицы либо truncate, вы же… Таблицы нельзя удалять техпереименовавых. Следующая версия уже… Еще раз? Ну, практика такая, что таблицы сразу не удаляют, если вы хотите делать хорошую миграцию. Это, да, это когда хорошая практика, но бывает же, да, разные вещи. Просто что технически не все можно откатить. Но, естественно, вы правильно сказали, что удалять это плохо. Плохо. Потом это не сделаем никак. Еще вопросы? Да, есть еще. Когда мы мигрируем, и у нас данные преобразовываются в отдельную таблицу, как в вашем примере с заметками… Статьями, да. С статьями, да. Мы должны в приложении делать виды изменения этих данных, или можно в XML прописать, как они будут изменяться. Ну, поставить обработчик, в смысле. Ну, в любом случае, вам же Java код надо будет поменять, entity новый создать, связи поменять. Но если у вас хибернет или у вас провайдер не настроен на автоматическое обновление схемы, да, и это никто, по-моему, в продакшене не делает, потому что можно что-то потерять, то код вы меняете сами, но дописывайте это изменение, потому что иначе ваш код не стартанет со старой структурой баз данных. Но к тому же еще все обработка вот этих изменений, она стартует раньше хибернейта, ну, и любого провайдера, поэтому база обновляется раньше, чем приложение начинает работать и, собственно, использовать базу уже в новой структуре. Оно работает также и для Flyway, и для Liquibase. Во время доклада и сейчас вы упорно упоминаете о встраивании в приложение, запуск приложения. Вообще-то это должна быть, грубо говоря, часть некой диплоймент системы и стартовать отдельно в определенном секвенсе. Иначе, если это встраивается в приложение, как вы говорите, гибернейт, это может использоваться только для лабораторных работ максимум. Возможно, но сейчас мы идем же в мир микросервисов, где у нас много маленьких приложений. Конечно, вот в том-то все и дело, которые могут работать. Во-первых, этих инстансов немерено, во-вторых, с одной базой данные могут работать много сервисов. Это уже неправильное приложение. Ну, это случай. Это случай. Грубо говоря, кто поэтапно мигрирует с Monolith, он может, говорится, пройти через шаг, когда база еще одна, но сервисов уже несколько. Ну, допустим. Да, случай такой возможный. В принципе, инструменты позволяют даже неправильная архитектура, когда у нас два разных приложения используют одну базу с разными таблицами, тоже такое бывает, но изменения можно, они как бы могут создать себе отдельные мета-таблицы и каждый по отдельности делать. То есть, в принципе, технически, да, можно с этим играться. Но я понял, ваша идея в том, что это, в принципе, архитектурно неправильно, да? Архитектурно неправильно встраивать именно в приложение как таковое. То есть, это должен быть некий шаг при деплойменте. Ну, то есть, у нас есть некий rollout-процесс. Это просто должен быть один из шагов rollout. Ну, в этом случае, вы имеете в виду, что это как по старинке работает, у вас есть деплоймент-ноутс, где вы должны все эти скейли руками применить? Или это когда у вас автоматически… Да, когда у вас есть некая система деплоймента, автоматическая, ручная, неважно. К примеру, она автоматическая. Кнопку нажали, у вас выкатывается определенная версия. Если это достаточно сложное приложение, выкатка – это целый процесс. В этом случае… И один из этапов должен быть, собственно говоря, миграция базы данных. У нее будут свои dependency. То есть, грубо говоря, что-то должно задеплоиться, стартануть только после того, как прошла миграция. Как в этом случае вы сможете запустить ваш продукт не с последней версии, а с промежуточной… Я говорю за несколько иное. У нас продукт состоит из различных вещей. То есть, это база данных, это какие-то сервисы, это что-то еще. Сервисы другие, не джавовские, например. Комплексный некий продукт. И у нас идет… И это, допустим, приложение, некая система. И у нас идет выкатка. И неважно, или изначальное, или обновление какой-то версии. У нас должен быть какой-то план выкатки. Потому что есть всегда какие-то dependencies. Один сервис зависит от другого сервиса, тот сервис от такого сервиса. Кто-то зависит от базы данных. Обычно на базе данных это начальный вообще, грубо говоря, в секвенсе этим rollout. Если же это просто приложение, которое, грубо говоря, задеплоится, и джарник запускается, так я и говорю, то это тогда для лабораторных работ. Ну, тут надо, наверное, больше уже архитектурные вещи. А как же, если вы говорите о dependency, как по поводу того, что ваш сервис стартует и поддерживает еще и старую версию, и новую версию вашей dependency, там, сторонний API? То есть, архитектурно, по идее, когда вы приложение ваше, новую версию выкатываете, вы должны поддерживать и старую версию? Естественно. Сначала тушится сервис, который работает с этой базой, обновляется база, стартует сервис, грубо говоря, накатывается на этот сервис обновление, который понимает, как работать с этой базой, стартует сервис. Все это прописывается в определенном deployment плане. Ну, в принципе, это один из подходов. Я не согласуюсь, что это идеально, правильно и нельзя делать по-другому, но это, да, это один из подходов и в некоторых системах вот эти вещи нельзя применить и надо делать только, как вы говорите, но не во всех. Я не говорю за все, я говорю за достаточно комплексный продукт. То есть в таком случае я считаю, что можно использовать этот инструмент исключительно для быстрого написания своего, грубо говоря, deployment, ну, как приложение, которое бы действительно не в ручном режиме, а в автоматическом режиме управляло версией базы данных, миграцией. Но я категорически против встраивания это в некое рабочее Java-производство. приложение. Ну, это зависит от инфраструктуры, как вы оформили. Ну, конечно, даже если мы возьмем момент, что у вас как минимум это пул, то есть у вас должно стартовать, то есть вы должны как минимум дождаться старта одного приложения, прописать условия, действительно проверку базы данных. Только после того, как мигрируется база данных, у вас должен стартовать инстанс другого сервиса, правильно? Которые напрямую коннектируются к базе? Конечно. Ну, это уже не совсем та архитектура, которую хотелось бы, наверное, когда в одну базу лезет несколько приложений. Ну, в принципе, замечание правильно, наверное, но у нас есть разные уровни серверов. Есть продукт, который работает на самом деле на клиентской машине с небольшой базой. Ну, если мы говорим о большом сервере, о множестве сервисов, это здраво. Но при малом сервере с небольшой базой, с небольшими изменениями, мне кажется, выкатка – это слишком. Ну, я хочу спросить, ограничивают ли, то есть в продолжении тематики, в принципе, мы тоже столкнулись с какой-то проблемой, и у нас два разных, две разных версии ПО работали с одной базой. Получается, одно ПО несет уже вторую версию миграции, другое ПО еще содержит версию 1.8 миграции. Будет ли Liquibase блокировать при таких условиях ПО, которое несет более низкую миграцию? А миграция над одними и теми же данными происходит? Да, да, да. Это одна и та же база. В принципе, одни и те же изменения по миграции, но Flyway позволяет, он предупреждает о том, что миграция базы чуть-чуть выше, чем то, что есть сейчас в этом приложении. Будет ли Liquibase блокировать это приложение? Или тоже будет делать просто предупреждение? Первое, по поводу инстансов. В Liquibase он при старте делает две мета-таблицы. Это список изменений и блокирующий лог. То есть параллельно не смогут начать миграцию. Если один промигрировал, второй просто посмотрит, уже все есть. В этом случае несколько инстансов это не проблема. А в случае версии… Flyway так не умеет, кстати. Это плюс Liquibase. А в плане версии понижения, вот это я не скажу, это такой кейс, который мы не пробовали. Не знаю. Спасибо. Все вопросы? Спасибо большое. Зато у нас получилась обширная дискуссия за место кода. Это хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...